Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня мы будем демонстрировать интеграцию Forcepoint CASB с On-Premise Forcepoint DLP. Прежде чем начать демонстрацию этой интеграции, этой связки, мы рассмотрим буквально один-два слайда о Forcepoint CASB и также я покажу схему инфраструктурную, как у меня настроен на данный момент On-Premise Forcepoint DLP и какие модули я использую, какие модули будут использоваться для связки данной. Итак, защитный брокер облачного доступа. Так называемый CASB. Зачем он нужен и для чего используется? Данный Cloud Access Security Broker необходим для того, чтобы защитить ваши облачные приложения от мошенников, от взлома в своем роде, по сути сделать необходимую защиту, киберзащиту для того, чтобы нельзя было как-нибудь проникнуть в данное приложение и овладеть ним в своем роде. Также данные решения могут анализировать контент, который вы там используете. Это по сути защита от предотвращения утечек данных. В данном видеоролике мы будем делать акцент именно на этом. То есть защита ваших конфиденциальных данных в разрезе DLP, Data Loss Prevention. На борту данного CASB уже есть свой DLP функционал, но он базовый идет. Для того, чтобы достичь максимального функционала, используется интеграция, который я буду показывать в данном видеоролике. И данная интеграция, она даст максимальной эффективности от использования защиты в разрезе DLP. Наш защитный брокер, он может поддерживать более 7000 приложений. Из них такие как Office 365 следует выделить и G-Suite. Это наиболее популярные приложения, которые используют наши заказчики. По функционалу CASB у нас достаточно такой комплексный подход к защите от киберугроз, по защите контроля обмена файлами, общий мониторинг, управление доступом bring you on device. И также управление админскими обычными учетными записями. Но самое большое преимущество использования ForcePoint CASB это DLP функционал, который идет доступный в его базе. И также доступность интеграции с наземным DLP. Вот то, что мы будем в данном видеоуроке, в видеообзоре демонстрировать. Итак, теперь переходим в темолабу. Так, у меня есть такая инфраструктурная схема. Это ForcePoint DLP on-premise, наземный ForcePoint DLP. Есть управляющий менеджер сервер, с помощью которого мы подключаем все другие наши модули. Помимо DLP системы, у меня на данном стенде также есть подключение и к решениям прокси, и антиспам, email, security, gateway. У ForcePoint есть три таких основных продукта on-premise. Это DLP, это веб и email. И дополнительные продукты, такие как ForcePoint CASB, они интегрируются с данными продуктами для достижения максимального функционала, который получает заказчик. Итак, я не буду углубляться в подробности интеграции самого продукта ForcePoint DLP. То есть, это отдельная тема для разговора. И кому будет интересно, мы отдельно об этом поговорим. Либо сделаем пилотирование. Основная задача данного видеоролика, это показать вот эту работу, интеграцию с ForcePoint CASB. Итак, у нас есть наземный DLP. Мы сейчас авторизируемся в данную систему. Вот, итак, у нас есть даже живые уже инциденты, которые постоянно обновляются в данной системе. Вот, и если я зайду в System Modules, у нас есть такой компонент, как Protector. Вот. И он имеет протокол ICAP. Вот. Такой унифицированный протокол, на самом деле, с помощью которого мы делаем интеграцию не только, например, там с прокси-серверами. Вот. Но также и на данный момент мы можем интегрировать с CASB по данному протоколу. Вот. На самом деле, интеграции может быть несколько. Это с помощью модуля Protector, либо это с помощью отдельной лицензии, которая называется DLP for Cloud Apps. Вот. Но там есть ряд ограничений той лицензии. Вот. Это работа только через API. Вот. Хорошо. Мы будем демонстрировать работу по ICAP, который интегрируется с облаком. облаком. Теперь пока я вам покажу, как выглядит сама система CASB. То есть, это учетная запись, которая находится, по сути, в облаке ForcePoint. Но здесь еще старый домен остался SkyFence.com, потому что компания создавалась изначально, Cloud Access Security Broker, как SkyFence. Вот. На данный момент она уже принадлежит ForcePoint. Вот. Хорошо. И переходим к настройкам. Ага. Да. Авторизируемся. Да. То есть, у нас есть некоторые настройки данного решения. Вот. Так называемые ассеты. Вот. Мы можем эти ассеты создавать в разрезе наших приложений. Вот. На данный момент у меня есть три ассета. Вот. Но основной из них я взял как Office 365. Вот. Я сделал Connect Office 365 учетки, который я зарегистрировался как триальная. Учетка уровня, по-моему, Е5, либо Е3. Но это не важно. Office 365. Вот. И сконнектил Office 365 с Casby. Вот. Данный Connect осуществляется через предоставление креденшелов. И этот Connect осуществляется через API. Вот. То есть, у нас есть возможность Connect к облачному приложению несколькими, скажем так, методами. Вот. Это API. Это Reverse Proxy. Вот. И это все-таки Endpoint. Это все-таки Endpoint. То есть, инсталляция какого-то агента на рабочую станцию, либо на мобильное устройство. Вот. Самый функциональный из них и самый, в принципе, возможно, простой, это Reverse Proxy. Reverse Proxy. Далее идет эта связка API. Там, в принципе, ничего не надо менять у заказчика. Вот. Это только Connect между сервисами через API. Связку. И все. Вот. Ну и третий момент это Endpoint. Там сложности в том, что необходимо инсталлировать программное обеспечение. Вот. Итак, возвращаемся к нашему Casby. То есть, у меня есть некий ассет Office 365. Вот. И я его связал и через API, и через Reverse Proxy. У меня есть такая запись, как app1.nfr26.skyfence.com. Вот. Она ведет на логин Microsoft Online.com. Вот. То есть, для того, чтобы у нас трафик анализировался, вот, необходимо заходить через адрес, который указан вот здесь. Вот. Это если вы хотите интеграцию по Reverse Proxy. Вот. Если интеграция через API, то вам вообще ничего необходимо, то есть, пользователи, как захотели, там, через какой-то адрес, то есть, они так и будут заходить. То есть, весь анализ данного трафика, который на приложении, он будет идти через API. Вот. Далее идем. То есть, ассет мы настроили. Далее идем в DLP. DLP. В DLP мы настраиваем ICAP-связку с наземным нашим DLP. Все. Вот. На этом этапе интеграция CASB и наземного DLP у нас, в принципе, заканчивается. Технические подробности, как это делать, я не буду углубляться. То есть, мы сейчас рассматриваем такую возможность вообще этой интеграции. Вот. И зачем она нужна. Вот. И далее мы авторизируемся. Вот, например, по вот этой ссылке. Я ее скопирую. Вот. И у меня пошел сразу же заход на офис 65. Я уже авторизирован в системе, поэтому у меня уже не спрашивает еще раз авторизироваться. Вот. Дальше. 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 Политики. Политики на ForcePoint CASB у нас строится в некотором таком конструкторе. Вот. Custom Policy Editor. Вот. Здесь тоже делается несколько политик этой связки интеграции с наземным DLP для того, чтобы мы передавали трафик. Передавали трафик на наземную DLP для анализа. На самом деле, это основная, это одна политика, вот, с помощью которой мы переводим весь трафик, который анализируется здесь, на ICAP Connect. Вот. Вот и все. Помимо этого, я создал еще несколько политик, которые контролируют, например, sharing control, то есть, также login, personal account access, то есть, можно авторизироваться пользователям только из домена, который я указал. Указал. Если будет другой домен, то система просто-напросто не авторизирует пользователя и заход будет невозможен. Вот. И, в принципе, можно продемонстрировать. У меня есть ряд политик уже на наземной DLP, какие данные мы будем перехватывать. Вот. То есть, это, как пример, это кредитные карточки, это пример резюме, вот, это конфиденциальный файл, вот, и это ключевые слова. То есть, если мы вернемся на DLP, вот, зайдем в менедж полиси, у меня достаточно здесь много политик, которые используются в демо лаби, вот, но мы будем здесь использовать вот это, кейворд, кейворд, который содержит, собственно, эту же ключевую фразу, кейворд, и фингепринт. Вот. Фингепринт, то есть, здесь содержится документ, с помощью которого мы блокируем нашу утечку по конфиденциальному файлу. Вот. Хорошо, теперь возвращаемся. Возвращаемся. Да. Ну и, например, здесь мы видим, что я загружал документы, тот же OneDrive. Да, это как пример, как пример, вот. Да. И мы сейчас попытаемся их закачать. Да. Не удалось. Далее. CV, например. Документы. Документы. Давайте посмотрим, что произошло у нас в DLP-шке наземной. То есть, самое главное нам увидеть, что файлы отправились на наземную DLP, они там проанализировались, и если они совпадают с политиками, которые на наземной DLP-шке, они должны быть заблокированы. Так. Ну вот у нас есть ряд файлов, которые отобразились у нас здесь. Вот. Это канал HTTP. Почему HTTP? Потому что это работает через ICAP. ICAP-связку. Вот. Но следует понимать, что эта ICAP-связка, она делается посредством SSL. То есть, достаточно все секьюрно передается на наземную DLP. То есть, здесь опасений никаких не должно быть. Вот. Помимо этого, у нас сохраняются форенсики. Вот. То есть, форенсик – это теневая копия, с помощью которого мы можем просмотреть, а по какому же контенту у нас словилось то или иное, сработало правило, и по какому контенту. Вот. То есть, то же самое. Там кредитные карточки. И здесь отображаются, что поймалось, в каких количествах. Вот. И так далее. Вот. Ну, еще может быть интересно само. Где тут? Тут уже сам импоинт. У меня еще подключен параллельный импоинт. Уже нагенерил. Несколько. Ну, вот само ключевое слово еще, да, сломилось. Как вариант. Вот. И цифровой слепок. Это пример договора, вот, который там совпал, например, на 100% точности. Вот. Дальше мы не будем углубляться в подробности, как мы эти правила делали и так далее. То есть, это если будет интересно, мы отдельно будем рассматривать. Вот. Потому что требования у каждого заказчика разные. Вот. Но, хочу также показать, как со стороны КАСПи выглядят эти логи. Вот. Кастумер плюси эдитор. Вот. И здесь у нас есть Activity. Да, аудит лог. Да. Вот. То есть, дополнительно к наземным логам, наземной делпишки, логам, у нас есть еще логи, которые генерит сам КАСПи. Сам КАСПи. То есть, мы здесь можем увидеть, то есть, сами логи. Вот. То есть, допустим, мой пользователь по ассету Office 365 делал даунлоуд. Вот. По рулу DLP on-premises и был заблокирован. CV-шка. Да, качал. Там, либо кредитные карточки. Да. И, по сути, есть вся информация о данной транзакции. Файл type ее. Вот. И с какого десктопа, с какого айпишника был осуществлен этот экшн. Вот. Хотел также сказать, что... Что мы контролируем более тысячи экшенов, которые находятся в облачном приложении. Это даже больше, чем мы контролируем на наземном DLP. Вот. Почему? Потому что все вот эти в облачном приложении, все операции, которые мы делаем, мы можем делать с файлом. Там это view, download, modify, просто save, send и так далее. То есть, там этих экшенов может быть очень много. Очень много. И мы все эти экшены можем контролировать. То есть, если мы вернемся в Custom Policy Editor, в Custom Policy Editor, вот. Для понимания, что мы можем контролировать... Ну вот, например, да, вот это... Edit нажмем. Так, edit. Вот. То есть, какие у нас экшены есть? Есть Activate, есть Added, есть Asshine, Block, Cancel, Close, Copy, Create, Deactivate, Delete. Вот. То есть, и так далее. То есть, их достаточно очень много. Login, Logout, Modify, Reboot, Reopen, Restore. На самом деле, вот мне даже функционал облачного CASB больше нравится, чем того же наземного дела. Потому что в наземном DLP там, по сути, три экшена. То есть, это Permit, Block, вот, и карантин в некоторых случаях. Ну, есть еще Confirm, да. Все. Три-четыре экшена и все. И по сути, ни шаг влево, ни шаг вправо. Здесь это более гибко. Вот. И более гибко в разрезе самого приложения. Вот. Это достаточно большой плюс. Вот. Хорошо. То есть, что мы имеем? Да. У нас есть ряд преимуществ, вот, которые мы получаем при использовании CASB. Вот. То есть, основное, номер один преимущество, это, конечно же, предотвращение учащих данных. Вот. Либо своим функционалом, который уже есть на борту, либо интеграцией DLP. Далее, это экшены. Это действия. То есть, их очень много. Я продемонстрировал часть из них. Вот. Вот. Например, это может быть Send, Modify, Save, Create. Это может быть Download. Это может быть Upload. Вот. И так далее. Все зависит от приложения, которого вы используете. Мы можем контролировать абсолютно любые действия, вот, которые доступны по тому же API, либо через Reverse Proxy, либо через Endpoint, инсталляцию. Контроль более 7000 приложений, которые следует, из которых выделить, это Office 365 и G Suite. Защита от кибер-угроз. То есть, исследование трафика, доступа, аномалий. Вот. Блокировка подозрительных IP с плохой репутацией. Да. Предотвращение данных с неуправляемых устройств, то есть, мобильных, например. Вот. Это оценка риска. Это управление администратором, доступа их. Снижение риска в реальном времени. То есть, это двухфакторная трафикация, если используется. И там поступает с каких-то нестандартных местоположений. То есть, это тоже все анализируется с локацией, например. Вот. И так далее. Это загрузка. Ну, по сути, это экшен отдельный. Вот. Данных. Это комплексный мониторинг активности пользователей. Поведение аномалий. И это, конечно, сравнительные характеристики имеются в самом приложении. По стандарту такому, как PCI DSS, HIPO, ISA и другие. Вот. На этом я бы хотел остановиться. Вот. То есть, и... Если у вас заинтересовала данная интеграция и данный функционал, который уже доступен. Вот. И вы можете уже его протестировать, попробовать при необходимости. Вот. И его необязательно интегрировать с наземным DLP. Вот. И так далее. То есть, вы... Вы можете его использовать по отдельности. Вот. И мы получаем вот защиту комплексную вашего приложения облачного, которое вы используете на данный момент. Вот. И у нас их напоминает более 7000. Хорошо, коллеги, спасибо за внимание. Вот. Если было интересно, обращайтесь. Сделаем более такую детальную презентацию, демонстрацию данного продукта с последующими пилотом уже на вашей инфраструктуре. Спасибо за внимание.